Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На мужском голосовании телешоу покинул Денис Хромов. Ольга Рапунцель расстроилась, она искренне надеялась, что он прилетит к ней на Сейшелы. Ходят слухи, что парня выгнали за то, что он выкладывал фото с белым порошком на своей странице в одной из соцсетей. Дима Дмитренко, как вы помните, расстался с Рапунцель и прилетел на поляну. Но как бы он ни говорил, что чувства Коли у него остались, ночь парень провел с Ольгой Райской за закрытым балдахином. Узнав это печальное известие, Рапунцель разозлилась и сожгла все вещи бывшего бойфренда в костре. Продолжается противоборство между Андреем Чуевым и семьей Африкантовых. Сейчас они ругаются из-за денег. Татьяна Владимировна категорически против того, чтобы семья Африкантовых финансировала строительство Чуева. А Андрей же не понимает, в чем проблема, ведь совсем скоро будет свадьба и они станут одной семьей. Родственники же должны помогать друг другу, в том числе и рублем. Дело закончилось тем, что он переехал в мужскую спальню и заявил о расставании с будущей невестой. Он берет паузу в отношениях до 1 октября, как раз к тому моменту, когда дома должны быть построены. «Я занимаюсь стройкой, а не отношениями», сказал Чуев. А 15-летняя Яна Африкантова наблюдает за всеми этими разборками, берет пример наверняка. Она пишет в соцсетях посты, описывает ситуацию в своей семье. Ну а зрители негодуют, зачем ребенка пустили на проект 18+. На Поляне организовали небольшую вечеринку в честь закрытия школы актерского мастерства. На Поляну приехали педагоги. Саид Нигматуллин пишет, «Отлично посидели, было много общения в неформальной обстановке, пели песни под гитару, ели шашлыки и пили виноградный сок». Алексей Секирин, который в прошлом был замечен во флирте с Викой Романец, на этот раз решил обратить внимание на тату Абрамсон. Парочка провела весь вечер вместе, они целовались, а в конце Леша заявил, что собирается остаться ночевать на Поляне, причем обязательно в женской спальне. Как ни странно, утром Секирин оказался в одной постели не с Татой, а с Сашей Харитоновой. Поведение Секирина удивляет подписчиков. Все считали, что он счастлив в браке, ведь женился он совсем недавно, в августе 2014 года, а летом того же года стал папой. Как вы помните, Семен Фролов испортил день рождения Русланы Мишиной, он подарил ей не тот подарок, что она ожидала. Но затем он исправился и порадовал свою девушку приятным сюрпризом. Руслана пишет «Сегодня Семен устроил мне повторный день рождения, на этот раз он меня приятно удивил. Ну что, поплыли на яхте?» У Саши Гозиас было день рождения, ей исполнилось 26 лет. Поздравляем Сашу! Костя Иванов снял специальный ролик-сюрприз для нее. Так как он находится не на поляне, а во Владивостоке, он решил таким образом поздравить свою девушку. «Сегодня день рождения у моей девочки, сегодня ей 18», – написал Костя. «Самая красивая и желанная девушка. Пусть так будет всегда. Эти шарики улетели к тебе, Гози». В ролике он отпустил в небо связку воздушных шаров, сказал своей девушке много хороших слов, а в конце даже сказал «Я тебя люблю». Саша была приятно удивлена. «Милый мой, ты меня удивил. Я не ожидала ни цветов с утра, ни записки, а тем более такого прикольного видео. Я жду тебя, очень скучаю». Также в этот день родился и Андрей Чуев, ему исполнилось 36 лет. На поляне была двойная вечеринка в честь дня рождения Саши и Андрея, но об этом мы расскажем в следующем выпуске. Бывшая участница проекта Лера Кашубина интригует, а кое-кто из нас едет на поляну в Новый Приход, чтобы разрушить чью-то пару. И одна дама из этой пары очень-очень будет нервничать по этому поводу. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok